Споры вокруг дома Науменко не утихают. Здание, которое пережило Великую Отечественную войну, хотели снести по причине его аварийности. Узнав об этом, общественники попытались остановить, по их мнению, несправедливый процесс. На сегодняшний день снос приостановили. Дело передано в Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Судьба доходного дома на Станиславского 39 станет известна через 90 дней. До этого времени с ним нельзя ничего делать. По словам главы администрации, сохранить здание будет сложно. Сейчас рассматриваются разные варианты. Сегодня наша задача не просто сохранить, в этом нет, что будет сохранен, понять механизм, как этот дом восстановить и его создать. Вот главная задача сегодня нашей встречи. На месте аварийного дома может появиться только дом в архитектуре конца 19-го, начала 20-го века. Никакие другие, никакие квартирные дома, только деловая недвижимость. Инвестор должен быть выгодно это строить, а город должен получить красивое здание. На онлайн-встрече Алексей Лагвиненко отметил, что без привлечения инвестора желаем их целей не добиться. Защитники дома уже предложили властям разные идеи для сохранения здания. Мы предложили сделать мемориальный сквер, потому что Станиславского 39 – место особенное. Там можно сделать общественное пространство с лавочками и качелями, а фасад дома укрепить металлическими конструкциями, что вполне допустимо сейчас, пока это здание не является объектом культурного наследия. Ростовские урбанисты разработали несколько проектов и уже создали 3D-модели того, как могло бы выглядеть пространство. Работы разместили в социальных сетях, и по их словам, они получили колоссальную поддержку от дончан. Помимо идей, на встречу была предложена и финансовая поддержка. Ростовский бизнесмен Сергей Гайдук готов вложить деньги как в консервацию здания, так и в создание нового объекта на Станиславского 39. Напомню, в Ростове-на-Дону 241 дом. Признан аварийным. Сносу подлежат 228. Елена Сарксян, Юрий Друзякин, Дон 24. Ростов-на-Дону.